Критерий для оценки привлекательности компании. Вот, давайте теперь мы красивую девушку украшаем. Поехали. Компания должна... Новые страницы откройте, пищите вон здесь, что критерий, по которым компания должна быть привлекательной. Возможно зарабатывать деньги ввлять на свою зарплату. Сотрудник должен почувствовать, что ему должно быть видно, что у него есть возможность повлиять на свой доход. Он должен видеть, что может зарабатывать в вашей компании. Дальше. Возможность карьерного роста в компании. Помните, я вам тогда сказал, что в самом начале покажите сотрудника. Вы можете заработать от такой суммы и выше в нашей компании. А потом карьерный маршрут. Маршрут карьерного роста для каждого поста. Не важно, кто он работает. Он завсклад или там, не знаю, кассер или кто-то. Что на этого поста есть определенный маршрут, чтобы он видел, что у него есть возможность развиваться. Возможно обучение в компании. Что наша компания свои сильные кадры обучает у таких-то тренеров или за границей. Или мы вызываем таких-то сильных экспортов, обучаем и так далее. Потому что, почему так надо делать? Ребята, кому-то мотивирует деньги. Кому-то мотивирует статус, карьера. Кому-то мотивирует мозги. Я чему-то научусь, я становлюсь умнее. Также у разных людей разная что? Мотивация. Кому-то нравится просто, что просто, ого, это классно. Я зато, благодаря здесь, я могу учиться за границей. Я благодаря здесь, я научусь что-то новое и так далее. Кому-то мотивирует вот это. У каждого сотрудника разная мотивация. Насколько интересна работа в компании. Игра для персонала. Помните, я вам сказал, почему компания, почему команда? Команда должна продать вашу компанию. Команда должна говорить о ценности вашей компании и так далее. Что вот и самое интересное. Знаете, что я заметил? Когда человека из стажировки берете, хотите, я вам одну вещь скажу? Я один секрет скажу вам. Хочу сказать? Этот секрет используйте везде. Хорошо? Когда женились, родственники моей жене сделали одну вещь. Теперь я анализирую и вспоминаю, как они это грамотно делали. По очереди все меня пригласили в гости. А я не понимал. Ну вот, все, женились, женились, ничего не понимаешь. Но на самом деле, это создает тебе отношения. Я сейчас анализирую и это понимаю. Я посторонний человек. Абсолютно для них я чужой. И моя жена абсолютно чужая девушка в моем доме. Так же? И это создало мое хорошее. То есть, они таким образом создали со мной хорошее отношение. Хорошее восприятие. И самое интересное. Таким образом, косвенно показали мне, что у него влиятельные родственники. Я смотрю, я в гости у одного министра. Потом я в гости у другого такого-то. Третий и так далее. И таким образом, они показали мне, что она не на улице валяла, что ты брали его. Одним словом. Ценность, ценность. И, соответственно, раз за разом у меня уважение к жене выросло. Кто начал меня понимать? Вы начинайте меня понимать? Я это... Они как это делали? Это классная культура. Я это не знал. Это крутая культура. Что этим я хочу вам сказать? Давайте это привесем, эту семейную ценность. Давайте принесем теперь в работу. Вот представьте, что сотрудников и стажер брали. Каждый сотрудник, пусть придет, его поздравляют. Поздравляю. Вы с нами. Вообще, молодец. В любой момент, если будут два, это как что-то, ну да, обращайтесь. Представьте, второй подходит, третий подходит, четвертый подходит. На утренний, вот это, скажем, там такой. Пусть обязательно в течение 2-3 дня разным сотрудникам обязывают, что ты хоть разу должен подойти. Не важно, ты в каком отделе работаешь. Но если ты в одном офисе работаешь, надо подойти по здоровью человеку и сказать, я рад, что ты с нами. А что это создаст? Это создаст такой-то командный, дружелюбный атмосфер. Согласны? И человек легко раскрывается, человек легко располагается. Ну, вы представьте, да? Иначе он сам ходит, с вами в это сидит, компьютер, он же никого не знает. А там, там, не знаю, 20 человек или 40 человек, он же никого не знает там. А вот это быстрее человеку адаптируют в что? В самом команде. И сам интересная вещь, сильно из двух сторон. И команда начинает привыкать к этому. Что вот этого не будет, из высоты смотреть кого-то. А вот что там, ты стажер, да? Ты новичок, да? Ты новичок, да? Новичок, да? Новичок. Вот это не должно быть. Я тут, а ты такой. Как там, дембль, да? Я дембль. Армия же. И все эти новички армии что делают? Бьют, унижают. Помните? Вот это какой-то такой странный закон армии. Потом следующий поколение тоже сами делают. А что, меня ударили, я не буду ударить, что ли? Я тоже буду. Странная вещь какой-то. Как-то, не могу понять, как это странные правила. Что я хочу сказать? Вот это открытость надо создать. Открытость. Обязуйте всю команду, такую культуру, что, ребята, значит, так, каждый стажера так встречаем. Хотя бы один раз ты должен подойти и ему сказать, спасибо, меня зовут Тута, давайте поздороваемся, давайте познакомимся. Вы стажеретесь на кого у нас? На продавца? Вообще молодец, вообще супер. Ждем от тебя, что ты станешь когда-нибудь старшим продавцом, хорошо? Ждем тебя наверху. Кто мне понял? Это что дает им? Это дает, что мне, у человека что появляется? Да меня так хорошо приняли. Я гарантия вам дам, что через несколько месяцев, может быть, много еще забудут. Но вот тот первый, как его люди встречали, это не забудет. Он говорит, слушай, я в такую атмосферу попал, нигде так никогда со мной не делали, как будто рай попал. А что, есть такая организация, где сотрудники так встречают, кого-то стажерили, кого-то нового сотрудника? Да почти нету. А это запоминается хорошо. Запоминается, что у вас культура, команда другая, эмоциональное состояние другая, игра, командная работа другая. Соответственно, людей начинает быстрее объединить. Дальше возможность самореализации. У человека должна появиться возможность самореализации. Это что значит? Вот так. Нашей команде поприветствуется креативность, поприветствуется идеи, поприветствуется любой творческой идеей. Так? А человек появляется, о, классно, я там, в другом компании работал, я так много идей рассказывал. А мне постоянно были по руку, сказали, ой, это не надо, то не надо, это никому. А я могу тут все свои фантазии реализовать, все свой талант реализовать. Я гарантию вам дам, что это больше всех мотивирует сильных людей, чем деньги. Ребята, наши компании поприветствуются, пожалуйста, любой творчества. Любой, в своем работе тестируйте все то, что помогает достигать цели. Разрешено все. Ошибается? Ничего. Но не повторите ошибки. И у человека что появляется? Блин, это то, что мне надо было делать. Я попробую эти идеи реализовать, попробую. А почему бы нет? Пусть он делает этого, пусть он делает эти вещи. Дальше, атмосфера в команде. То, что сейчас только что я говорил вам. Атмосфера вдохновлять должно. Должно быть, как, вы видели какой-то, не в которую компания заходите, как будто кто-то умер. Тишина. А некоторые компании, зайдешь, каждый сам по себе абсолютно не чувствуется никакой там, как будто в музее, никого нет, холодные стены, мечеть, пустой. Это есть некоторые компании такие, что, знаете, так, или некоторые компании такой негативные, тяжкие, тяжкие состояния, как будто дела не идет, как-то вот компания, наверное, в трудности, как-то вот неудачь. И все ходят химурами, иногда кричат друг на друга, иногда мальчат. В таком атмосфере. А как вы думаете, человек, который пришел устроить на вас на работу, он внимание обращает на что там творится? Или внимание обращает? Конечно, внимание обращает. Обязательно внимание обращает. Вот это все вместе создает привлекательность или либо отталкивает нового сотрудника. Удобство расположения места работы. Конечно, такое есть тоже. Люди хотят, чтобы было удобно, чтобы работать хорошо и так далее. Удобство рабочего места. Степень заботы о сотрудниках со стороны компании. Когда вы говорите, что наша компания, например, обед дает бесплатно. И самое интересное, знаете, провели опрос, провели опрос. Очень многим людям, оказывается, 50 чем-то процент сотрудников, когда им говорили, что почему вы здесь работаете, что вам нравится в этой компании, говорят, обед дает бесплатно. Представляете, оказывается, это запоминается круто. Представляете? Это так. Почему бы нет? Нет, вот это за счет, помните, премия туда-сюда же вы добавляете же? Сделите план чуть побольше, за счет суммы, которая премия, пожалуйста, назначьте оптовый там поставщика, пусть он принесет, кормит всех. А теперь вопрос, когда сотрудники кушают, у вас выгодно? Или когда они на улице кушают, выгодно? Поэтому, а когда они выходят на улице кушают, туда-сюда один идет, туда-другой идет, туда, 10-15 минут поздно заходят. Не будет. Это очень невыгодно. А когда они у вас кушают, никуда не пойдет, вовремя пойдет, работа начинает. Очень выгодно, когда они кушают у вас. Что-то такие, создайте какие-то там заботы о сотрудниках и так далее. Насколько работа в компании, человек может достичь своей цели. То есть, внимание, вот это одна из самых важных вещей. Сотруднику тоже надо спросить, какие у тебя жизненные цели? Классно. Есть у вас какие-то жизненные цели? Чтобы привязывать его цель с компанией, что работая здесь, ты можешь реализовать свои цели. Он говорит, я хочу построить хороший дом, хочу детей обучать за границей. Сразу что вы поймете? А, ему нужны деньги. Покажете ему того и так далее. Или он говорит, я хочу создать супер продукт. Без проблем нашей компанией вы это можете сделать. Да я хочу стать продавцом номер один в мире. Пожалуйста, нашей компанией вы можете этим стать. Я бы хотел лучше, самый лучший магазин развивать, чтобы в этом регионе был номер один. Пожалуйста, откройте наши филиалы и сделайте номер один. Кто мне понял? То есть, привязывайте его цель с нашей компанией. Чтобы у человека было четко понимание, что вы мне помогаете достигать мою цель. А почему бы нет? Дайте шанс человеку развиваться. Это можно сравнить с девушкой, которая ищет себе потенциал на кого? Мужа. Мужа. Сегодня что-то мы много о девушке говорим. Ее задача не в том, чтобы найти. Ее задача в чем? Привлечь и отсеять ненужных. Внимание, внимание. Что для девушки? Зачем она красится? Зачем она хорошо? Она же не могла кому-то пойти и говорить, скажите, что жизнь на меня. Она привлекает, а потом ненужных отсеять, оставлять нужного. Теперь смотрите. Компания должна быть привлекательной со стороны сотрудников, то есть со стороны новых кандидатов. А вы привлекаете сильных многих и отсеиваете ненужных. Пусть будет и 101, пусть будет и 21, и 51. Но берете нужного. Это вот так работает. Вы оставляете того, кто вам нужен. Остальные отсеиваете. Неустанно проводите собеседование. Неустанно продолжайте привлекать людей. Неустанно это надо делать. Постоянно надо делать. И оставлять только сильных, а слабых отсеивать. Как вы думаете, сколько время уйдет, чтобы создать хорошую команду? Сильную. Три. Минимум три. Вы нанимаете часто отсеиваться. Вы нанимаете кто-то на момент стажировки, кто-то на момент года работает отсеивается, кто-то не склеится. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, из 10, 21, 22. Потом склеится, склеится, склеится. Через три года у вас начинает видеть костяк. Все есть. Хороший костяк есть. И которым можно доверять. Людям, которым можно верить. Людьми, которым, знаете, можно иметь дела. Семь лет уже все. Появляется у вас крутая команда. Очень хорошая команда. Если продолжать беспрерывно, продолжать нанимать и так далее. И так далее. У вас появляется сильная команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова